На этом всё. Наши журналисты постарались, приготовили для вас информационный материал. Ну а мы отмечаем в нашей студии Международный день акварелии. У нас уже есть гость. Александр, вам слово. Здравствуйте. Елена, художница. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Прохаська. Сегодня я буду показывать вам небольшой мастер-класс и приготовила вам осеннюю тематику. Осенняя тематика. А мы с вами сегодня занимаемся, так полагаю, акварелью, судя по бумаге. А чем отличается акварельная бумага от простой советской? Акварельная бумага, у неё есть свои свойства. Она достаточно плотная, по ней легко течёт краска, передвигается. Опять же, у неё есть разные фактуры, есть более грубые, более лёгкие, есть разные производители, как наши российские, так и зарубежные. Я предлагаю прямо сейчас начать живописать. Что для этого нам нужно? Для этого мне нужно взять краски и приступить. Давайте приступим. У нас есть краски в студии? Краски в студии, да, давайте начнём. Ах, какие у вас краски. Это, я так полагаю, акварель ленинградская, правильно? Да. Знаете, я помню, что в моей молодости это была самая крутая краска, и делалась она на основе мёда, правильно я понимаю? Ну, не совсем. Медовая краска – это больше детская, это уже профессиональная, художественная краска. Так, хорошо, расскажите, с чего надо начать? С чего нужно начать? Нужно начать с фона. С фона. Да. Это работа графика. Так как у нас время ограниченное, я решила сделать сказочную такую иллюстрацию осеннюю, и мы будем заполнять не всю работу. Здесь и гранаты есть, и барбариски какие-то. По-настоящему осенний получается у нас действительно кризис. Сейчас намочим фон, а у нас здесь линер специальный. А специальный даже? А в чём его специальность? Ну, его можно сочетать с акварелью. Ага, а то, что он расплывается, это не страшно? Ну, мы постараемся его избежать. По-разному ведёт себя на разной бумаге. Так как у нас осенняя тематика, то серые цвета нам, в принципе, не помешают. Серые и солнечно-огненные, как леса. Да, да. Это у нас девушка изображена. А девушка у нас внизу, да? Да, да. А это, получается, её прекрасная шувелюра. Да, её волосы. Ну, будем надеяться, что у нас тут ничего сильно не потечёт, так как... А можно мне тоже что-то использовать? Можно, конечно. Давайте мы с вами будем параллельно рисовать и сделаем такое совместное творчество. Вот здесь палитра вы можете разбавлять. Вы можете пораскрашивать, например, листочки. Вы знаете, нет, я прямо нацелен раскрасить гранат. А, гранат, хорошо. Я обожаю эти фрукты. У меня в саду они растут. И я прямо жажду их живописать. Будет здорово. Прелесть, конечно, краски в том, что она... С помощью неё можно передавать совершенно прозрачные оттенки. И они растекаются и дают разные оттенки. Правильно я понимаю? Да, правильно. Скрещение рук, скрещение ног и красок скрещения. Я хотел бы чуть-чуть в более тёмный цвет, холодный. А если я вышел за край, это не страшно? Ну, в данной композиции не страшно, так как это стилизованная композиция, ближе к иллюстрации. Тут можно сказать, шкодить так немножко. Да, шкодить я прямо взял и нашкодил. Да. Ну ладно, надеюсь, эта девушка прекрасная, которая изображена на картине, меня простит. Главное на лицо, чтобы ей там не занипло. Нет, я прямо на лицо буду стараться не попадать. Можно ближе к крупным предметам даже оставлять белые места. В иллюстрации это не страшно. Это даже придает какой-то свой шарм. Скажите, пожалуйста, а вот этот прекрасный дубовый листочек, он подразумевается какого цвета? Ну, я думаю, желтый. 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 Рушит свет. Отчет страшного. Ну да, с другой стороны, даже хорошо, когда такие разводы у нас получаются. В акварели даже приветствуется, когда течет она. Есть специальная техника, акварель по мокрому. Ну, в вертикальном положении, конечно, ее тяжело использовать. Да, у нас с вами несколько спартанских условий. Ну, с другой стороны, во всем есть своя прелесть. Сейчас мы сделаем такой шедевр, от которого все удивятся и скажут. Неужто на телеканале есть такие мастера живописи? Ну, у нас Крым продвигается в плане акварели. У нас уже этим летом международная проходила даже в финале. А скажите, пожалуйста, правда ли, что акварель и живопись, это не совсем совместимые понятия, и акварель относится к графике? Ну, акварель вообще, да, считается, относится к графике. Но до сих пор, на самом деле, ведутся споры, потому что кто-то все-таки стремится акварель превратить в живопись. Да, разные подходы есть у акварели. Ну, да, в техническом плане считается, что это графический материал. А скажите, пожалуйста, вот еще такой вопрос. Кисточки для акварели тоже ведь нужны какие-то самые невероятные, особенные? Или, в принципе, подойдет любая? У вас, я вижу, кисточка для китайской живописи. У меня кисточка, да, каллиграфическая. Но она мне очень нравится, у нее есть разные свойства. Она может быть и тонкой, и широкой, ей можно разные набрызги делать. Техника СИ или ГУМБИ. Не могу вам точно сказать, какая уж техника. У меня мой хороший знакомый занимается живописью именно японской и китайской. И вот две совершенно разные техники. Вот такая вот вся акварельно-расплывчатая – это техника СИ. А техника ГУМБИ – это техника мельчайших деталей. Когда проработка, вот эти знаменитые китайские и японские пионы. Вот это вот самое ГУМБИ. Мне кажется, сверху можно добавить что-то холодного, как вы считаете? Возможно, да. Подголоски неба, да? Какого-то такого предосеннего настроения, когда вот-вот наступит зима, природа заснет, чтобы проснуться совсем-совсем скоро весной. Вы ждете весну? Жду, лето еще больше. Ну, вы знаете, мне кажется, что в Крыму все-таки весна прекраснее, потому что лето у нас сухое, засушливое, а весна, она полна жизни, полна… Да, весна, это май месяц. Май месяц, да. Как сказала героиня девчат, что да, это вам не Симферополь в мае месяце. В мае месяце. Пожалуйста, точно. Ну, по-моему, у нас очень живописный фон получается, как вам кажется. Ну, немножко линер подвел чуть-чуть, он должен был поменьше растекаться. Ну, такое бывает. Разная бумага себя ведет по-разному. Есть бумага, которая впитывает больше краски, есть, которая отталкивает. Отталкивает. Да. Но нам сейчас с вами главная задача, правильно я понимаю, создать такой прекрасный живописный фон. Ну, в нашем, да, диапазоне временном, нам приятные цветовые пятна, скорее всего, да, создать. Я думаю, что у нас получается. Самое главное, вы знаете, я не стал вам говорить, чтобы не пугать заранее, но мы тут тайнообразующе договорились устроить некий такой художественный баттл. Дело в том, что наша мобильная корреспондент Елена, она отправилась в другое место и живописала с помощью плотных красок. Вот, и там где-то, где-то, где-то... Нет, еще пока не показывайте, чтобы не расстраивать нас. Хотя, может быть, кто-то другой расстроится, а мы как раз возрадуемся и взвеселимся. Вот, и мы хотели даже такой небольшой баттл устроить. Кто же все-таки победит, живопись или графика в виде аквареля? А вы считаете, все-таки акварель графика или живопись? Ну, технически я считаю, что все-таки это графика. Но так как я тяготею к живописи, то мне хочется тоже сделать какие-то плавные переходы, иногда мазки. И сейчас вообще очень модным стало использовать акварель с помощью мазков, таких как в масляной, например, живописи. Я предлагаю сделать небольшой такой ход, пока мы с вами рисуем, чтобы не показывать всем наши действия, перебиться перекрестком, узнать, что же рисуют симферопольцы, любят ли они вообще этим заниматься, а мы пока продолжим. Хорошо. Перекресток. Я художник по образованию, но кисточку брала очень давно. Когда была в таком возрасте, когда все дети все умеют, рисовала супер. Потом куда-то все исчезло. А я рисую только платы для этих технические. Ну, это я на компьютере только их делаю. Рисовала давно, но у меня есть какие-то навыки. Способности, да? Способности есть, да. Есть. Я об этом думаю, у меня еще есть в голове, когда буду уже дома, на пенсии, обязательно буду возобновить это. Я просто к этому совершенно не приспособлен с детства. Я люблю, я постоянно рисую. Вы художник? Ну, я не художник, но люблю это дело. Для себя, да? Для себя чисто, да. А что последнее нарисовали? Ну, я в основном рисую мебельные эскизы. Рисую, но редко. Я всю жизнь рисую, люблю рисовать. Очень здорово. А что любите рисовать больше всего? Ну, в основном лица художественные, изображать и молодых, и стареньких. Не так давно. У меня второклассник, поэтому рисую я часто. Домашних заданий задают много, рисуем мы часто. Незабываемые чувства, очень нравится рисовать, и в основном я рисую людей. Давно, не очень умею это делать. Позавчера. Что рисовали? Новый принт, каллиграфия, я люблю каллиграфию. Ой, с внучками, наверное, когда внуки в школу ходили, тогда рисовали. Очень давно, наверное, еще в школе. Ну, хотя с ним вот бывает. Постоянно, дочери 6 лет, без этого никак. Вчера. Что рисовали? Что мы вчера рисовали? Лисичку. Сегодня. Что рисовали? Каракули, когда разговаривал. Ой, давно уже, в школе, наверное, еще. Вот художница растет и любит рисовать. Я надеюсь, вы слышали, как много оказывается у нас живописцев в Симферополе. Живопись у нас очень популярна, и ну вот у нас с вами тоже что-то получается. Я бы даже сказал, в технике хохлома почти, как вам кажется. Ну, возможно, да. Мы немножко не успеваем сделать лицо девушки, но я думаю, что мы закончим с вами после эфира. Да, хорошо. Пренепременно. Я думаю, это даже не обязательно. В графической технике можно часть рисунка оставлять, графикой. Так, может быть, тогда оставим? Можно оставить, да. А у нас, помните, я вам сказал, что наша мобильная корреспондент тоже сегодня занималась творчеством. Можно попросить живописный ее рисунок? Посмотрите, что сделала наша Елена. Какой прекрасный пейзаж, да. Такой очень крымский, да? Крымский. Это, вероятно, виноградник, маленький винодельческий домик и кипарисы. Наши символы южного берега Крыма, ну и, конечно, крымские горы. Прекрасный рисунок. Ну, я бы не стал сравнивать, потому что, наверное, все-таки две разные техники. У нас с вами такая абстракция, хохлома, и мы, к тому же, еще и не успели немножко. Ну, ничего страшного, я думаю. Но раз у нас день сегодня посвящен акварели, поэтому была выбрана такая техника. Все, мы с вами оказались сегодня в тренде. Я вам очень благодарен. Позвольте вас поблагодарить за участие в нашей программе. Спасибо. Вы нас просто поразили своим умением. Я думаю, что мы с вами будем непременно еще работать, живописать. Спасибо вам большое.